приветствую всех любителей виски и не только на канале коктейль т.в. с новой яша и мой отец Ислав Николаевич. Эх, сегодня у нас интересный должен быть обзорчик. Надеюсь что интересный. Что же нам глобус откуда нам из москвы. Из москвы друзья посылочка пришла такая интересная. Открываем наш глобус и достаем бокальчики. Тоже из москвы. Бокальчики? Да. Из москвы, но из шотландии. Сначала из шотландии все прибыло все-таки. Все наши шотландские виски друзья. Прислал нам его Влад Клуб из магазина Вайн Спейс. Вайн Спейс магазин находится в Москве. Кому интересно. Ссылочку мы конечно оставим. Посмотрел прекрасный выбор с огромными скидками. Акции. Да, даже увидел что на сайте есть. Если регистрируешься на сайте промокод на 25 процентов. А 25 процентов. Извини меня. Также зашел прямо сейчас вот и смотрел этот магазин. Мы же не в Москве живем. И там до 53 процентов даже на вина есть скидки. Это очень хорошее. Так что в общем рекомендую. Влад также очень рекомендуют этот магазин. Потому что сам сам часто покупает. Не раз берет. Напитки нам оттуда присылают. В общем заходите в этот магазин. В эти магазины. Я думаю что вас там приятно удивлят цены. И люди порадуют скорее всего. Потому что он сказал что там отличный. Они позиционируют себя этот магазин как общение с покупателями. Очень индивидуальный подход и тому подобное. Ну а мы приступим к дегустации. Друзья. Сегодня у нас Айла. Наша любимая Айла. Такой сегодня будет у нас бленд. Клан Дэнни. Кто его делает? А делают это Ботлеры. Так называемые. Это Дуглас. Давай я сейчас правильно прочитаю. На контр-этикеточке да? Может открыть чтобы постоял облик. Смотрите как. Ооо все запечатано. Вот так интересно. Железная крышка все нормально. Здесь все в этом. гнездо. Ласточкино тут. Ооо. Ах как красиво. И чтобы бутылочка не шаталась. Даже чек есть. Ооо даже чек есть. Сейчас мы сразу и узнаем. Какова его стоимость. Так на момент покупки я так понимаю 4116 рублей. Ну да совсем недавно была куплена бутылка. Но это отличная цена. Потому что я смотрел на других сайтах интернет-магазина всеми известными тоже 6800. 6800. А здесь 4. А ну вот скидка. 2 700 она была. Ну то есть смотрите. Огромные скидки в магазине за 4000. Конечно это очень хорошая цена для такого магазина. То есть там магазин Wine Spice. Space Spice. Как правильно. Город Москва. Шаболовка. Шаболовка. Улица. Улица Шаболовка. 25. Корпус 2. В следующий раз был в Москве. Съедем. Обязательно. Так ну в общем. Давайте правильно прочитаю. Компанию. Дуглас Лэнг и Компани. Да. ЛТД. Что он тебе напоминает? Биг Пит. Биг Пит. Да. Да. Мы уже пробовали. Пробовали. Мы из их коллекции Биг Пит. И не один Биг Пит уже пробовали. На канале. На канале у нас был один ролик. Да. Да. Ну люди не однозначно отнеслись к нему Биг Питу. Кто-то сказал понравится. Кто-то сказал не нравится. Знаю людей, которым очень нравится. Да. Это мы. У меня тоже Биг Пит понравился. Тебе не очень понравился. Мне не очень. Да. То есть тут мнение немножко разделились у нас. Ну поэтому мы и Котель ТВ. Поэтому мы и говорим, что тебе нравится. Может быть, что мне нравится. А тебе не нравится. Бывает такое? И бывает. И часто. Семножко подлил. Подлил. Ты подлил. Вообще обалдел. На самом деле на сайт зашел Дугласа этого. Да. Вообще Тимас. Сколько они делают. Друзья. Бленда всяких. У них мне очень понравилась коллекция. Есть из шести бутылочек. Да. Где все разные регионы Шотландии. Все разные. Прикольно. То есть все блендики. Ну. Все разные. Написано, что они делают от 7 лет там до 50. Да. Ну это виски от 3 лет. Ну по законам Шотландии считается от 3 лет. Если дата не указана. Да. Так что будем считать, что он от 3 лет. Да. То есть везде написано. Ну от 3 это мы не знаем. Единственное то, что мы не нашли в каких бочках. То, что в маленьких бочках. Ну там я почитал, что и херестные, и обычные бочки используются. То есть как бы и такие, и такие видео. Да. Дистрибьютор получается в России. У нас это Вань Дискавери. Ну все, что тут у нас. Холодного. Холодной фильтрации. Так. Соединил в себе лучи с оводу и виски. Исключительно из региона Айла. Выдержан в дубовых бочках не менее 3 лет. Ну вот в какой реке региона Айла неизвестно. Хотел я добиться этого, так и не нашел. Не нашли, да. Очень много пассажирования информации, ничего не нашел. Обладает богатым золотистым цветом, древесным ароматом. Ну это все понятно. Ну в чистом виде к местным блюдам. Ну дым пошел уже все. Нет, вот смотри, мы же еще посмотрели, что они скупают спирты вообще по всей территории Шотландии. У них вообще разные. Я тебе говорю, что у них есть набор из всех шести регионов. Они гордят тебе, что 50 лет этих спиртов очень много. Ну на самом деле их продают очень много в магазинах. Разных. Разные, да. То есть я эти почти все видел. Мы давно с тобой заезжали в магазин, там тоже ботлил были. Скорее всего, что тоже они были. Когда я хотел купить, говорит, два чуть-чуть другое. Ну возможно, возможно, не знаю, надо смотреть. Ну то есть ботлил на самом деле очень много. Ну это мне кажется один из самых таких популярных. Жайковский там был. Ну может быть. Ну айла, по-моему, они клан Дэни делают, хотя на сайте даже его нету, да? Вот этого у них на сайте. И делал Big Pit. И еще какой-то там много. И остальные там Высокогорье, Лоланды. А-а-а. Там никто не только айла. То есть айла, они два делают, да? Ну вот тебя, по-моему, что только два, да. То есть Big Pit от них основная линейка, а это, видимо, какая-то уже эксклюзивная. Это тоже и большущая линейка. Огромный, огромнейшая. Ну были в гостях у графины на канал. Сколько у него там бутылочек, 6, наверное, 7 стоит? 6, 7, да. Разный был. Ну дизайн, конечно, там. Там распадка, конечно. Кому-то нравится, а кому-то не нравится. Мне обычно нравится. Такой дизайн классный вообще. Ну да, интересно. Чувак такой там стоит. Здесь все выдержано скромно, да? Ну этим-то как бы и привлекает, да? Классическая бутылка в виде... Я так понимаю, что вот это все-таки перегонный куб, да? Всегда в бутылке вот у них как бы идет. Возможно, мне кажется. Ну что, наверное, будем пробовать уже, что ли? На мать. Ну цвет вот... Наши замечательные копиты. Чуть светлее. Ну мне такой светлый, даже больше цвет нравится у виски, чем темный, если честно. За копиты тоже отдельное. Спасибо 10 Лёше. Ну виски не очень маслянистые, подтекают. Ножки текут. Да. Сразу... Печел сразу практически. Практически сразу прибежали. Давай, на ароматы, да? Давай. Что тут про свет-то говорили, да? А что тут повозговорить, это айло? Да, друзья, это, конечно же, айло. Как это прекрасно, блин, я не знаю. Все-таки кто любит, да, вот эту вот тему, тому всегда зайдет. Слушай, ну сладковатый, да? Нет? Сладковатый, вот, древесные ноты почитал, и все у меня дерево. Сладковатый, да, сладковатый. Сладковатый, деревянный. Опять же, баничка идет. Травы какие-то. У меня какие-то высушенные травы. Даже криазотик идет. Если глубоко нужно сунуть, криазот идет. Чуть-чуть спиртуозно. По мне норм. Не дали подышать. По мне норм. Но он должен быть немножко дерзковат. Это же все-таки тревога. Ну, все-таки газосов, ребята. Мы забыли сказать о том. Все-таки три года, я думаю, дерзковат должен быть. Но это blended молд. Blended молд. Там же сказано, что со всех дистилерей... Нет, я имею в виду то, что это солодовый виски. Ну, с нескольких дистилерей же сказали, только с каких-то непонятно. Что это не просто blend. Ох ты. Ну, арбек здесь нету, да? Нет. Да, не чувствуется, арбек. Скорее всего, какой-то балмор, что ли. Так интересно разгадать дистилерию. Копченая свининка, как будто какая-то она, знаешь. Приправленная вот кем-то специями, прямо сухими, знаешь. Знаешь, вот прям на мясо, на стейк, вот эти сухие, наложили специи, и вот, травы вот именно сухие. У него трава сухая, она даже. Немножко венцом, крепленным, знаешь, такие вот. Типа портвейны. Такие виноградные нотки проскакивают. Да, почему-то, да? Типа портвейны или что-то, да? На самом деле виноградные нотки проскакивают. Или как даже сок виноградный, что ли? Ну, что такое виноградное? Слушайте, аромат. Да бомбийский, нормальный. Слюнь просто выделяется, я не знаю. Все, да, сразу, ему сразу хочется попробовать. Абсолютно. Или кусок мяса съесть сразу же охота, или его выпить, я не знаю. Ну, где они писали, что идеально подходят к мясу? Ну, по-моему, здесь я и прочитал. Ты здесь прочитал, да? Я помню, что где-то читали. Ну, да, вот мясо прям охота стейк, именно говяжий, хороший стейк там, или баранин, это вот именно говяжий стейк. Был бы вообще отпад. А может оленей? Оленей. Потому что Шотланд в Шотландии, там одни олени. Ну, когда-то вообще олени живут один. Ну, имеется в виду, живут. Живут. Ну, ладно, давай пробовать. Ладно, спасибо за такой прекрасный подгончик, да? В магазину Ванни Спейс еще раз, да? Ванни Спейс спасибо. И Владу отдельно. От Влада самого большого спасибо за то, что я там пробовал всякие эксклюзивчики. Слушай, ну, вот он так и есть сладковатый, сразу идет сладость. Ммм, а что-то я бочки не чувствую. Или первый глуток. Немножко обожгло. Меня опять абсолютно не обожгло. Меня, по-моему, все сладости сразу закрыло. Вообще никакого обжога нету. Прикольно она. Сладость, ребятка, сладкий. Да, пробуем еще раз, что ли. Выпечка сладкая. Ну, здесь, да. Опять же, пресловутый штруделят. Давай еще, давай еще поглоточку. Без яблока, что-то совсем как-то скудновато, почему-то. Не, она вторая, хорошо. Вторая, хорошо. Нескай, там, ягодная тема, что ли. Даже, ну, может быть, и ягодно, но чуть-чуть йодика и есть. Вот, абсолютно. Нет, здесь очень достаточно много, я скажу. Мне кажется, совсем немножко йода. Москва-торва есть, однозначно есть Москва-торва. Ну, дыма здесь, конечно, офигеть. Губы соленые, а хотя в рту сладость. И дыма много. Дыма есть, да, да. Есть, дыма есть. Очень торфяной, я бы сказал, даже очень торфяной, да? По мне так торфяной. Очень сильно, прям торфяной дым, да? Да, тут как приятно, блин, прям вообще не знаю. Ну, слушай, я пока бочки не чувствую. Бочки нет, да, он свежий. Ну, в смысле, выдержка чувствуется, что здесь маленькая. Потому что он достаточно такой и агрессивный вроде. В то же время вроде бы... Ну, да, дерзкий такой, я скажу. Голубушка-то обжигает. В рту-то нет, а вот голубушка-то да. Биг-пит, ну, есть что-то похожее, может быть, и ассоциации даже похожие. Биг-пит похожее, мне кажется. Конечно, давно уже было, что мы его пробовали. Блин, прям почему-то вот про мясо сказали, мне сейчас как-то, что я как будто мясо с кровью ем. Знаешь, вот такой... Стейк, да, гляжный? Стейк. Да, есть такой, да? Ну, я бы под стейк бы такой виски бы с удовольствием. Он славноватый, как будто стейк посолили уже потом. Как бы, да, вот идет вот такая соль, да? Да, как всем известный турецкий стейк? Нет, ну, слушай, ну, приятно. Я не скажу, что это выдающийся какой-то виски, но это очень приятный виски, посидеть с ним, в удовольствие можно посидеть. Да, тут удивить кого-то, как обычно, да, Айлай? Ну, опять же, кто любит Айлу, для этого, конечно, вам не и влаговолевый, это вам не и арбэк. Ну, все равно это все-таки бленд-мод. Да. Это создается, наверное, напиток все-таки больше попить, посидеть. Здесь как бы, если сравнивается арбэк, здесь ничего от арбэка нету вообще. Но это не арбэжный. Здесь больше... Лофлойки, чуть-чуть, лофлойки, больше, да? Лофлойки, балмо, что-то вот тут. Да, балмо, скорее всего. Может быть, Канько Лайл, мы ее вот как бы так и не пробовали, да? Чтобы по ней что-то сказать. Здесь ближе вот все равно к лофлойку что-то. Думаю, как у нас недавно тоже обзорчик был на флойке. Ну, ближе так к нему. Нет такого что-то выдающегося. Ну, нет, он баланс есть. Да, он хорошо сбалансировал. Он очень сбалансирован, да, то есть сладость и горечь. Это все вот примерно в одном диапазончике, да? Вот эти... Я не могу, трава сушеная. Надо же... Ну, бочки я вот не почувствовал. Бочки есть совершенно чуть-чуть. Это горечь, она чуть-чуть маленькая. После вкуса тоже быстро уходящий. Пока вот у меня долго не задерживаются. Ну, сейчас пока посидим еще... Ну, дыма много, друзья. Дым есть. Да, дым здесь прямо он есть, да? Он прямо такой торт, дым. Просто мы уже настолько привыкли к нему, что мы уже не хотим его обсуждать, да? Мне кажется, это... Вот основное, конечно, это дым. То есть во рту полностью копченая, рот прокопчется. Вот сейчас пустой бокал отнюхает, да? Вот все равно копченость такая, понимаешь? Вот почему приятная копченость? Нет, хорошая копченость, да? Прямо проторфиновалиевая, как это сказать-то, да? Прямо хорошо. Нет, прикольно. Сладенькая, солененькая. Сладенькая, солененькая. Да вообще у меня в рту сладость, губы все соленые. А соль морская. Круппы такие, да? Соль, бывает. Ягоды, фрукты, да? Какие-то же ягоды, как будто бы. Может даже можжевельника немножко. Да, вот, наверное, прямо вот когда ягоду, саму можжевельную, у нас вот в лесу растут они. Я не дойду. И можжевельные ягоды. Даже есть такое. Прикольно. Хороший подгончик, спасибо, Влад, конечно. Будем наслаждаться. Не знаю, долго, конечно-таки, напитки, наверное, стоять не должны, да? Потому что мы, как поняли, по своему опыту, торфинные виски очень быстро деградируют. Через полгода максимум уже все. Через полгода надо пивать, да? То есть на год их мы про боль оставлять, ну, блин, были разочарованы. Ярбеком, да, всем я абсолютно. И бол-мой, ярбеки, все. Да, все мы про боль оставлять на год, и все они деградировали, так что рекомендация за три месяца даже. Полгода уже все, да? Хотя, асприсадерские, допустим, виски, они стоят дольше. Стоят долго, да, абсолютно, они интересно меняются, то есть все же там хайлэнды делают, а вот именно торфяны, они деградируют. Ну, что торфяны очень сильно испаряются, да? Ну, водянисты становятся и все бескусные, да. Да, он должен быть мощный, маслянистый, напористый. В общем, еще раз спасибо, Влад, за такой подгончик. Виски нам понравился, мне лично понравился. Мне тоже понравился. Я не знаю, вот мне показалось, что очень сбалансированный, приятно посидеть в компании. Офигенно будет с мясом, каким-нибудь вкусным стейком. Это просто будет зачет. В барах, я думаю, такое виски было бы вообще замечательно. В своем домашнем баре, я обсуду. В своем домашнем баре, да. Да, пришел друг удивить, как бы вкусно попить виски. Тем более, за такую цену, за 4 тысячи, я считаю, что это... Ну, что это? Стоит кого-то, да, вот. Ну, заходите в магазин Wine Space еще раз, да? Сделаем им рекламку такую. Ну, потому что действительно цена хорошая. Цена хорошая, да. Почему бы не покупать, зачем переплачивать, когда можно купить что-то хорошее, да? Тем более, когда на продавцы такие. Я прям под футбольчик вот наливаю и сидел, футбольчик смаковал, знаешь, вот прям вот драмчик вот такой. Я ей захотел. Он аппетит вызывает. Мы хотим мясо, друзья. Я понял, котлеты жарят вместо стейков. Блин, пошли за стейками. Стейки пожарят точно, схожи куплю. Я знаю, где. Че, виски допьем? Конечно. Ну, не допьем, ну, жалко такое виски. У нас есть что-нибудь другое. Ладно. Буду прощаться. Да, смотрите обзор на Дуглас, да. Даже саму интерес стал посмотреть, насколько мы, они одинаковые. Просто забыл, уже давно снимали. Три года прошло. Конечно. В общем, смотрите наши предыдущие ролики, будущие ролики. Все ссылочки мы оставили внизу. Подписывайтесь на наш канал, на канал Влад Клуба. Сходите в магазин Wine Space. И вот так вот. И отпишите, что вы там приобрели. Вам самим интересно. Да. Мы пошли за стейком все-таки. Ладно. Всем пока-дока. Пока.